Всем привет, сегодня сделаем самую лучшую и надежную жерлицу для зимней рыбалки на щуку Идея такой жерлицы не нова, я покажу мой вариант в ее изготовлении Нам понадобится вспененный ПВХ 5 мм от рекламных щитов или оконных откосов Которые можно приобрести в строительном магазине Циркулем рисуем круг диаметром 18 см Далее нужен будет плотный пластик толщиной 3 мм У меня этот остался с советских времен Вырезаем ПВХ пластик у нас будет в верхней части А твердый пластик будет снизу со стороны льда В пластике вырезал электролобзику Также понадобится пластиковая труба водопроводная Метр такой трубы можно также купить в строительном магазине в отделе сантехники Длину отмечаю 30 см У меня труба двадцатка Сверлим отверстие сначала сверлом потоньше Возьмем кусочек оцинковки От края отступим в один миллиметр и чертим линию Делаем надпилы до этой линии У нас получился вот такой микро шпатель Замешаем быструю эпоксидную смолу Замешаем быструю эпоксидную смолу и разравниваем шпателем Благодаря шпателю клей ложится тонким ровным слоем Склеим Склеим И немного прижмем Сверлом чуть меньше диаметром трубы сверлим отверстие Дальше круглым напильником доводим Дальше круглым напильником доводим И проверяем так чтобы труба захотела с хорошей натяжкой В принципе все, жарлица у нас практически готова Но я люблю в своих самоделках придавать эстетический вид Что-то выходит хорошо, а что-то не очень Хочу нарисовать на жарлице щуку зимним лесом на заднем плане Художник с меня конечно еще тот Так что будем перерисовывать картинки с интернета Так что будем перерисовывать картинки с интернета И я буду изменить в будущем и попробовать картинку с мотки с с querga Теперь пытаюсь изобразить зимний лес не понравилось мне как это выглядит с синей ручкой, обвожу все черной гелевой ручкой с зимним лесом у меня конечно что-то вышло не то, надо еще будет потонироваться зажигаем трубу наждачной бумагой, грунтуем минутку сушим феном красить буду автокрасками с баллона, распилять буду аэрографом, это в десятки раз экономнее чем напрямую вот эти баллоны за два года никак не могу израсходовать обмотаю изолентой по спирали, липкой стороной кверху супер прочный лак от моби хилл с такой стойкой жалецу можно будет увидеть из-за моби хилл жерлицу буду оснащать морозу ударостойкой катушкой с алиэкспресса такой я пользуюсь уже несколько лет на зимние удочки для балансиров и ратлину а также летом на удочки с боковым кивком катушка оснащена фрикционом но здесь он нам не надо мы ставим свободный ход ссылку на катушку где я покупал оставлю в описании снизу катушки в сантиметрах 7 сверлим отверстие под углом в это отверстие заведем леску от катушки жерлицу оснащаю грузом 5 грамм и поводком из флюорокарбона 05 и тройным крючком 5-6 номера у нас наконец-то встал первый лед если его можно так назвать стал первый лед и присыпало снегом местами там переметы более полу метра идем на разведку так уже скучился за рыбалкой вроде не трещит встал ну ледок нормальный завожу ключ с грузом в подставку и фиксирую трубой оснащаем живцом у нас разрешено ловить на 5 джеральц одновременно я поставил 4 а на 5 джеральц пробовал разловить окушка на балансиры блесна и на мормышку смотрим сработка за 4 часа рыбалки это была единственная сработка и то холостая щуки на этом водоеме много но когда идет смена погоды там и танцы с бублом не помогут ночью у нас начались затяжные дожди потепление до плюс 10 вот такие у нас зимы надеюсь видео по изготовлению жерлицы было полезным буду благодарен если поддержите лайком спасибо за просмотр всем здоровья и добра спасибо за просмотр